Поехали! Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 18 июля 2017 года, вторник, по одному из старинных 17 день месяца получения дорог природы 7525 лета. Мы начинаем живой эфир «Информационная война. Манипуляция сознанием». Автор-сказитель Фиденко Леонид Григорьевич. Здравия, Леонид Григорьевич. Здравия, Алексей. Здравия, уважаемые слушатели Славянского Народного Радио. Не первый день мы встречаемся, не первый раз мы встречаемся в эфире. Мне всегда радостно общаться, потому что каждый раз я узнаю что-то новое, и наши радиослушатели, надеюсь, также узнают что-то новое. Итак, информационная война, манипуляция сознанием. Что имеется в виду здесь, по словам «информационная война», и, наверное, что имеется в виду под манипуляцией сознания, вот об этом, я надеюсь, мы раскроем вначале. Или как? Или есть какая-то своя заготовка, чтобы я не ломал её? Ну, можно и начать с этого, и давайте начнём с этого. Хорошо. Ещё раз приветствую всех слушателей, пришедших на этот эфир. Значит, тема нашей беседы уже озвучена «Информационная война, манипуляция сознанием». Дело в том, что я буду говорить не о традиционном понимании, которое имеет современное общество, современная наука о информационной войне и манипуляции сознанием. А постараюсь, так сказать, открыть немножко другой, показать другой взгляд на эту проблему с точки зрения новых знаний. Так вот, из истории вопроса, что касается информационной войны и манипуляции сознанием, здесь всё базируется на понимании общества, что эти термины появились как «информационная война», её также делают синонимом психологической войны, что это всё появилось, ну, самое, так сказать, раннее – это XX век. Фактически большинство, так сказать, пишущие на эту тему считают началом информационной войны – это так называемую холодную войну, которая наступила после 1945 года, после Великой Отечественной войны. Вот. И если исходить с этой точки зрения, а мы с этой точки зрения исходить не будем, поэтому я буду говорить немного о другом. Иначе, так сказать, наша вся беседа выльется в критику всех существующих взглядов на эту тему, а я не ставил такую задачу в этой беседе. То есть, вот я вам, например, приведу просто одну выдержку. Это с какого-то форума, я точно не помню, просто мне попалось. Пишет обыкновенный, так сказать, форумщик. Ну, обыкновенный, необыкновенный, а форум, который обсуждает, так сказать, таких форумов много, кто в интернете находится, знает. Вот он пишет следующие слова, это и не мои слова. Манипуляция общественным мнением, личным сознанием достигла невероятного для обычного человека мастерства, в кавычках, и наглости. Фальшивые новости – это тоже манипуляция, потому что уже очень трудно отличить правду от лжи. Вот такой он дал комментарий по одной из лживых заметок которых очень много сейчас находится в интернете. Так вот, если рассматривать проблему, по крайней мере, начиная с прошлого века, то в последние десятилетия 20 века, это где-то 1980-е, даже 20-летие, 80-е, 2000-е годы, в связи с тем, что очень интенсивно развивалась такая отрасль науки и техники, как микроэлектроника, потом средства связи, появился интернет, и вместе с этим появились так называемые компьютерные технологии. И вот в этот период информация превратилась в один из основных ресурсов современного общества. И вот и считают современные исследователи и пишущие на эту тему, что 20-й век якобы породил новый способ ведения войн – информационный. И, соответственно, возникли проблемы у кого? В психологии, в социальной философии. То есть люди, занимающиеся изучением этих вопросов, в них возникли проблемы, поскольку надо было изучать, как информация воздействует на человеческое сознание. И сразу было, так сказать, многие авторы на эту тему писали, как зарубежные, так и наши. Среди отечественных исследователей, которые писали на эту тему, я хотел бы отметить такого автора, как Сергей Карамурза. Это вообще он сам по профессии химик, по-моему, доктор технических наук. Вот написал такую книгу «Манипуляция сознания». Ну и иностранные авторы писали на эту тему. И в этих книгах они, кроме всего прочего, поднимают вопрос, что какое влияние средств массовой информации, как их называют, четвёртая власть. И они пишут о том, что средства массового класса не только отражают состояние современного общества, но и создают новую реальность и активно воздействуют на массовое сознание. Возникает вопрос. Современная наука не знает, что такое сознание, что такое память, где оно находится. Учёные, извещающие мозг, не могут никак ответить на эти вопросы. Хотя этими вещами занимается наука очень интенсивно, начиная полностью с начала XX века и ранее. И хотелось бы узнать, что же такое информация, что такое знание, так вот наука современная считает, что информация, знание, это вещи такие неопределённые. Определений наука не даёт. И вот, интересуясь этим вопросом, я впервые получил такой, как я считаю, правильный ответ, который меня устроил, это было в 2009 году, когда я получил ссылку на сайт русского учёного Николая Левашова. Первое, с чем я столкнулся, это с двумя определениями, которые в самом начале этого сайта. информация – это сообщение, полученное нами через органы чувств о происходящем вокруг и внутри нас. А знание – это осмысление и понимание происходящего вокруг и внутри нас. Вот, казалось бы, совсем небольшое различие, но это, как говорится, различие на первый взгляд небольшое. А на самом деле эти два понятия различаются, как небо и земля. То есть знание – это есть не что иное, как осмысленная и понятая нами информация, которую мы получаем через органы чувств о происходящем вокруг нас и внутри нас. Вот эти два, так сказать, определения сразу перевернули и поставили в моей личной голове всё, как говорится, на свои места. И вот, к сожалению, современная наша цивилизация накопила огромный объём информации, которую выдают за знания. А это информация, которая происходит в происходящем вокруг нас и внутри нас. Но вот осмысление и понимание этой информации практически не произошло. И приведу такой пример. Вот занимаясь, так сказать, профессиональной микроэлектроникой, значит, 40 лет, да, работая в этой области, там было такое понятие, ну, в двух словах скажу. Где-то в 1975 году, по-моему, один из основателей фирмы Intel, Мур, придумал такое, воню, сделал такое наблюдение, которое потом назвали законом Мура, что, значит, в микроэлектронике, там, он сам занимался в начале разработкой полупродниковых интегральных схем, он сделал такое наблюдение, что каждые два года количество транзисторов на кристалле увеличивается в два раза. и прошло, пусть это сделано было наблюдение, правильное наблюдение, так вот интенсивно развивалась полупродниковая промышленность и микроэлектроника, как ни одна из отраслей мировой экономики. И вот это, вот Мур и это наблюдение такое и сделал. Ну и поскольку, так сказать, много таких разных законов, было шуточные законы физики, и вот появилось такое наблюдение, назвали его законом Мерфи. Извините, закон Мерфи это шуточные законы, это я сказал из книги «Физики шутят», такая была какая-то старая книжка давно, а вот закон Мура, он просто, это наблюдение позволяло что? Разработчикам интегральных схем прогнозировать и оценивать тактико-технические и экономические характеристики будущих кристаллов. То есть была разработана табличка, которую мы даже пользовались в своей практической деятельности, где готовится, допустим, разработка нового изделия. и надо же как-то рассчитать его технические, экономические показатели. А основой этого расчета является размер кристалла. Вся, так сказать, экономические расчеты сводятся к его. Чем меньше размер, значит, там меняются стоимости и так далее, и так далее. Не буду вдаваться в технические подробности. Факт тот, что вот такая табличка, которую мы шутя называли законом Мора, она использовалась в практике и для того, чтобы оценить, допустим, разрабатывать какой-то кристалл размером 5 на 5 миллиметров, а перед этим, значит, был, допустим, кристалл такой же, такого же размера разработан, и известно было столько-то количества транзисторов в нем, то знали, что через два года технология изменилась, и там количество транзисторов можно будет тогда запихнуть, грубо говоря, вот в два раза больше. И тут совсем недавно, ну, наверное, год, как в том году, наверное, на, есть такой канал общественно-российское телевидение, по-моему, он называется, вот, я смотрю передачу, передача научная, там, значит, сидят три доктора наук, один биофизик, еще двое других обсуждают интересную тему, которая меня заинтересовала, и ссылаются на закон Мура у меня, знаете, от удивления, как говорится, глаза полезли поверх очков. Это же какая глупость, причем, то есть, смысл их высказывания сводился к тому, что знания по экспоненте порастут, бедные ученики не могут, уже не справляются, значит, с объемом изучаемых знаний в школе, в институтах и так далее. И ссылаются на закон Мура, который уже стал чуть ли не законом природы. То есть, столкнувшись с такой абсурдностью, я был просто поражен. Это вот, причем сидят совершенно адекватные, грамотно излагающие свои вопросы доктора наук. То есть, подход узкой специализации довел до того, что люди берут какие-то, не веря, так сказать, не проверяя, а на слово, значит, не анализируя, берут, так сказать, вот эту какую-то закономерность, которую определил товарищ, господин Мур, и возводят в рамк чуть ли не мирового закона. И вот, повторюсь, что вот эти два определения информации, что такое информация, что такое знание, как раз расставили все точки в моей голове на свои места. Все стало на свои места. И все стало понятно и логично при рассуждениях. Так вот, к чему же сводится и почему ведется информационная война? Она ведется по многим направлениям и ведется против информации, скрывают любые следы любые оставшиеся сохраненные прямые или косвенные знания о ведическом прошлом нашей планеты Медгард-Земля. Вот в чем соль информационной войны. Это не война между капитализмом и социализмом или война между США и Россией или Советским Союзом и США или США и Российской Федерацией. Это информационная война против ведической цивилизации, против ведического прошлого. И ведется она по различным направлениям. Ну, перечислю, фактически затрагивает все стороны жизни. Ну, просто перечислю некоторые из них. знания о реальном мироустройстве, о космосе, о Вселенной всячески стараются скрыть знания о реальном мироустройстве. Вот, например, все ли из вас, кто слушает меня, знают, за что на самом деле сожгли итальянца Джордана Бруно? Думаю, что не все. Ну, кто не знает, кто такой Джордана Бруно, тогда я ликбез проводить не буду, а прочтете. Вообще, за Джордана Бруно, как говорится, закрепился образ мученика науки, которого сожгла инквизиция в 1600 году. И сожгли его за веру в то, что земля круглая и вертится она вокруг солнца. Но если покопать в этом вопросе, а я немножко покопал, то есть вот первое, что в информационной войне важно, это не идти на поводу того, что вам говорят. Надо обязательно проверять информацию. Так вот, почитав не те, так сказать, стандартные вещи, которые пишут в учебниках или еще где-то, которые декларируют, а почитав исследователей, конкретных исследователей, которые копали этот вопрос, я сделал собственные выводы, проанализировав то, что написали люди, которые копали этот вопрос. Оказалось, что вот по Джордану Бруно, по претензиям церкви к нему фактически никаких документальных и конкретных упоминаний нет. то есть в чем же заключались еретические тезисы самого Бруно, ведь его сожгли как еретика. И поэтому историки, этот факт позволил историкам предположить, что более полные источники были или утеряны, или намеренно уничтожены. И поэтому сейчас по крайней мере все исследователи, которые пытаются судить о характере обвинений бывшего монаха, могут судить только по второсипенным бумагам. По различным там есть донос конкретного человека, я его фамилию не помню, протоколы допросов и так далее. Есть очень интересное в этом среде документов письмо одного иезуита, по-моему, фамилия Шопе, Шопе, наверное, вот так, два П там. Он присутствовал при оглашении приговора этому Джордана Бруно. И вот это письмо уже является основой, потому что других документов нет. По крайней мере ходила информация, что в Ватиканском ватикане ватиканских арте в библиотеке засекречены есть материалы, но мне, честно говоря, такие материалы не попадались. И вот в этом письме этот иезуит упоминает основные претензии, которые предъявил суд Джордана Бруно. И можно перечислить такие мелкие, которые не основные. Основные я буду изучить позже. Джордана Бруно считал, что Моисей был магом, что от Адама и Евы произошли только евреи. Остальной человеческий род не так, как в Библии написано. Остальной род человеческий, он убеждал. Появился раньше. Джордана Бруно хвалил магию и считал ее полезным делом. И как считают исследователи, что он и сам был магом. Но самое интересное это то, что Джордана Бруно считал, что Вселенная бесконечна и во Вселенной бесчисленной обитаемой миры. О, как интересно! Как вы понимаете, большая разница между положением Джордана Бруно, что во Вселенной бесчисленной обитаемой миры и о том, что Земля круглая и вертится вокруг Солнца. За это и сожгли Джордана Бруно, потому что так именно считала ведическая цивилизация. И об этом написано в наших ведах. Кроме того, Джордана Бруно считал, что душа переселяется из одного тела в другое и в другие миры, что магия хорошая и дозволенная вещь. И самое интересное, что современная римская католическая церковь отказывается пересмотреть дело Джордана Бруно. И его так и не оправдали. Хотя это было сделано в отношении многих других херетиков прошлого. Как видите, это еще один факт о том, что в 1600 году и 1500 или 1500 или раньше родился Бруно. То есть в эпоху той, которая называется эпоха Возрождения, была информация и Джордана Бруно ее нашел и он ее проповедовал, за что и поплатился. О том, что были ведические знания. Так вот, эти ведические знания о прошлом нашей Бетгар-Земли и скрывают. И в этом плане ведется мощнейшая информационная война. Многие книги запрещают, считают их экстремистскими, по надуманным предлогам. Второе направление, по которому ведется тоже информационная война, это происхождение современного человека на планете нашей Бетгар-Земля. Ну, по этому поводу у нас была целая передача, беседа, поэтому я здесь останавливаться не буду. Ну, вот по первому вопросу, касающемуся знаний о космосе и Вселенной, хочу привести и разберем с вами пример, как скрывает знание о реальном мировостройстве. Вот совсем недавно, сейчас не соврать бы, по-моему, где-то до 20-х числа июня мне показали ссылочку далее. И ссылка называется, опубликована она была 25 июня 17-го этого года, называется она «Гугл Спейс показал космическую базу на Марсе». То есть в это время появляется статья с таким заголовком и значит в этой статье там автор показывает Марса и задает различные там вопросы кто и когда установил на Марсе эту базу значит а там якобы на представленных фотоснимках видны не только порядочные строения но даже солнечные батареи и системы защиты на крышах этих зданий. И дальше он задает вопросы такого рода ну я вам коротко просто перескажу потому что я думаю немногие читали эту статью то есть если это дело рук проекта США то кто финансировал этот проект почему он когда он был осуществлен и значит кто сейчас находится на этой марсианской базе ведь официально считается что со слов кстати специалистов НАСА что у американцев появятся технологии для колонизации Марса не раньше чем через несколько десятилетий и если допустить что Соединенных Штатов уже имеются такие технологии то возможно они вот как раз через этот Google Space демонстрируют всему миру свои огромные возможности и тогда как пишет автор можно заглубь схватиться от того что какие огромные возможности есть у США в ходе военных технологий и значит что США задается автор вопросом статьи что это же вызов России Китая и так далее но тут же он задает вопрос а может это база инопланетян и если это получается так что значит есть пришельцы и на Луне и на Марсе и на Земле конечно то есть получается мы давным-давно находимся под пристальным контролем инопланетян а значит все наши космические проекты это воздушные замки которые фактически отвлекают от всех проблем земных и требуют расходов колоссальных средств ну теперь пожалуйста посмотрите значит в альбоме по ссылке которая там была указана в нашей беседе первый рисунок откройте вот первый рисунок 01 который номер это и есть это база на Марсе видите если кто-то значит хоть раз использовал программу и чтобы для путешествий которые есть значит в интернете и называется гугл земля там есть возможность еще путешествовать по Луне и вот появилась на Марсе видите как эта картинка первая показывает что часть только косыми такими двумя линиями по бокам открыто а по бокам закрытая область ну такие вещи есть и в программе кто бывает программе гугль земля то это связано с тем что якобы закрытые зоны это или участки с низким разрешением и фотографии и фотографии все фотографии которые они состыкованы вместе но это для этого нужно поинтересоваться как устроена программа гугль земля то есть это фактически снимки нашей планеты из космоса они состыкованы между собой там есть много проблем по организации этого дела ну кто интересуется этим это прочитает так вот якобы мы видим в середине открытый участок а по обе стороны закрытые зоны значит это с низким разрешением или же нет фотографий вот такой хитрый прием используют авторы теперь переключим на второй рисунок это так сказать крупный вид этих так называемых зданий базы а третий по порядку это черным видите это якобы солнечные батареи так расположены видите какое качество разрешения значит ну все в шоке а я наблюдая эту фотографию посмотрел и что-то у меня такое ёкнуло что-то родное и знакомое я наблюдаю и если кто-то читал мою книгу да то планета лжи то я там кое-чего накопал что есть в Ватикане значит с помощью фотошопа ребята из Ватикана создали создавали артефакты ну также они используют фотошопы для создания не только исторических артефактов а вот и подобных фактов которые мы сейчас разбираем и вот если четвертый рисунок вы откроете четвертый по порядку а по номеру это будет 0 второй то это я уже сделал небольшие преобразования на компьютере я увеличил что сделал увеличил объем информационный объем самого рисунка фотографии сделал ее черно-белой видите и сразу справа и слева проступили какие-то очертания кому-то незнакомые а мне очень-очень хорошо знакомые и там если посмотрим следующий рисунок это я сделал инверсное изображение то есть негатив эти очертания с боков справа и слева вообще проявили себя очень замечательно и я узнал изображение топологии интегральной микросхемы что это такое для неспециалистов то есть кристалл по-английски чип по-русски кристалл интегральной микросхемы это топология это конструкция реализованная то есть есть электрическая схема по которой работает конкретно устройство в виде интегральной микросхемы а топология это как раз конструктивное исполнение многослойный такой пирог и он имеет много-много слоев и вот если вы посмотрите следующий рисунок который под номером номер три четыре а четыре уже четыре да вот третий был негатив а третий был негатив да четыре это уже а четвертый это я из интернета скачал топологию кристалла пентиум четвертого был такой процессор давным-давно в 1999 году и вот так выглядит его цветная фотография топологии а следующий рисунок 4.1 это я эту же фотографию топологии пентиума четвертого сделал черно-белой а цветная она почему потому что там каждый слой разным цветом для того чтобы легче значит контролировать чтобы не было ошибок и прочее идентифицировать слои поэтому разными цветами на графопостроителях так называемых устройствах принтерах распечатывается а вот черно-белая видите она вот такая если вы увеличите четвертую черно-белую фотографию то там много-много разных конструкций элементов которые очень-очень похожи на так называемые солнечные батареи и здания которые изображены на рисунках 0-1 0-1 и 0-1 тире 2 увеличенных для того чтобы это вам было более понятно я как раз сделал показал мне сразу стало ясно на так сказать третьем рисунке все остальные рисунки это привожу для значит читателей значит что я сделал я взял и на пятом рисунке видите там написано 0-5 без вставки с помощью фотошопа я вырезал вот кусок где расположены так называемая база инопланетян видите он белым цветом и фотография 0-6 вставка поворот называется я с помощью опять же фотошопа простейших там операций повернул ее на определенный угол там сетка такая есть и по этой сетке легко можно повернуть на нужные на любые углы для чего а для того что фальсификаторы создававшие вот этот артефакт они видите под углом сделали то есть все элементы которые интегральные схемы топологические которые расположены на рисунке 0-4 0-1 да они там в основном под прямым углом есть бывает значит программа которая создает топологию позволяет еще под углом 45 градусов проводить связи по крайней мере в те времена когда был Pentium 4 так программа работала для того чтобы вот создать иллюзию что фальсификаторы что сделали создав вот эту базу они взяли отдельные куски этой интегральной схемы какой-то я не утверждаю что это Pentium 4 Pentium 4 я вам привел просто как образец то есть у них была какая-то под руками топология и они даже поленились убрать справа и слева вот эту топологию и просто взяли вот на это центральное место где у меня пустое белое вы видите на пятом рисунке туда вставили вставку наложили значит фотографию Марса а вот эти участки значит в кавычках Марса слева и справа да даже не поленились закрыть точно таким же с этим как нагло по-другому я не скажу как нагло фальсификаторы то есть они людей считают заболванов полный что никто никогда не разберется мало того если вы увеличите эту фотографию да вот допустим седьмую я уже на седьмой фотографии она называется 07 с повернутой вставкой то есть что я сделал я вставку повернул и видите так называемые здания и значит элементы солнечных батарей выстроились ровненько как и слева и справа элементы интегральных топологии интегральных схем и если вы увеличите этот рисунок посильнее то есть сделайте покрупнее покрупнее его то вы найдете похожие элементы как из которых так сказать сформировали фальсификаторы здания и солнечные батареи вот сейчас мы разобрали с вами сам процесс как был сделан фальсификация и вот по левую и по правую сторону вы увидите надпись там если увеличите там что фальсификатор разделил на эту топологию они прилепили значок копирайт то есть авторские права значок копирайт потом 2017 год и гугль то есть что то есть они здесь отметили что это их произведение и тут уже от этого авторства они никак не отойдут так что мы сейчас с вами разобрались с очередным артефактом информационной войны и как видите вот этот наш разбор говорит о том что гугль спейс дал совершенно ложную информацию вот такой интересный момент произошел обрыв связи итак продолжаем общение у нас сбой был небольшой восстановили связь итак вот так фальсификатор это сделали и дальше у нас связь оборвалась да прошу прощения тут сбой техники небольшой скак сейчас все нормально значит вот так мы с вами сейчас посмотрели как гугль спейс создал космическую базу на марсе мало того сейчас ходят ролики по всему интернету взбудораженное пространство информационное как пишет люди так сказать тысячи и тысячи людей обсуждают этот вопрос значит специалисты из НАСА тоже значит оправдываются по этому вопросу высказывают свое мнение как вы видите это фальсификация кстати после этого посмотрев я посмотрел по более подробному интернет и увидел что кое-где значит некоторые интернет-пользователи высказывались так они фейк ли это ну вы знаете вот слово фейк опять же это русский русского интернета слово фейк это же вот опять же слово из информационной войны ведь это оно такое как бы слово ну безобидное ну подмена там обман и прочее а когда русские люди говорят фейк это одно а когда русские люди говорят да это ложь фальсификация это совершенно другое то есть а так это как будто невинная шутка или еще что-то это ну какие невинные шутки или когда серьезные так сказать организации подключаются к этому делу НАСА и прочее и вопрос кто создал эту ложь и так сказать зачем создано вопрос по крайней мере для меня понятен то есть вот таким образом людей мало того отрывают так сказать от каких-то реальных вопросов которыми они интересуются которые они им интересны кроме того обманывают и в итоге получается дезинформируют обманывают о реальном мироустройстве теперь почти что значит одновременно с этим артефактом мне мой товарищ показал видеоролик назывался этот видеоролик значит специальный репортаж значит раскопки НАСКО из Перу и он есть и сейчас значит значит в интернете и видео это появилось тоже где-то приблизительно в то же время как ну может быть чуть раньше и обсудив с товарищем этот значит небольшое видео которое мы посмотрели а там на этом видео показано значит что в Перу поскольку люди не видели я короче скажу в Перу значит нашли так называемую мумию и не одну вот перед этим нашли несколько мумий а значит по видео которое показывает данное видео там значит показывает говорит о чем что в такой позе мумифицирован существо как сидячий который редкостная такая поза никогда не находили и это существо инопланетянин как предполагает потому что он трехпалает три пальца на руках три пальца на ногах но когда стали разбираться то оказалось это не мумия обычно мумифицированных значит тел там внутренние стилизмают а все остальное мумифицируют да а здесь оно было мумифицировано с внутренними органами поэтому там значит взяли ДНК взяли часть значит это мумии определили ДНК определили даже что это определить пол этого существа и мне меня тогда после просмотра этого да еще попозже я вам расскажу что написали по этому поводу а продолжим все таки что там еще было потому что вы ролик не видели по этому поводу туда съехались много исследователей из разных стран журналистов причем журналистов которые в возрасте которые по 40 лет исследуют эти неизвестные так сказать непознанные явления которые современная наука не хочет заниматься приехали исследователи в частности приехали двое исследователей из России ну из других стран из Мексики из других вот из России приехал ну по крайней мере тот человек которого я знаю Константин Коротков он из Петербурга там значит раньше был Ленинградский оптик Литмо институт оптики и лид лидеточной механики и оптики а сейчас он по-моему называется университет и вот он доктор технических наук там он замдиректора по-моему ну в общем так сказать имеет все атрибуты так сказать ученого и и на самом деле занимается исследованиями ну как такой ученый значит современный то есть он конкретно то что я знаю о нем занимался значит развитием метода Кириллиана ну кто не знает Кириллиана то есть что такое метод Кириллиана это метод который был значит российскими мужем и женой учеными открыт фотография значит высокая высоких полях электромагнитных и любое значит человеческое или рука или там растение на этих фотографиях имеет то что называют эзотерики аурой или лучи спускает лучи и вот как раз Константин Коротков докторскую он как раз защищал то есть он занимался методами измерения и исследования как значит меняются характеристики вот этого излучения умершего человека ну это есть отдельные статьи в интернете можете найти и почитать то есть человек который ну ученые исследователи что пишут ну и были другие ученые из других стран занимавшись этим вопросом там провели томографию сделали значит снимки определили что это существо имеет совершенно иную так сказать конституцию в части скелета у нее другой то есть я уже говорил что три пальца на руках и на ногах и другие отличия то есть там у них четкий научный подход сделали значит видимо рентгенограммы и томографию и когда ролик посмотрите увидите что что написали в этой заметке мы когда с товарищем обсудили посмотрели это интересный да материал значит и что же напишут интересно так сказать наши средства массовой информации по этому поводу и вот мне попадается значит значит помню первое что мне попалось это заметка лайф есть такой значит в интернете лайф ком и значит телевизионный канал в Москве его же русскоязычный все и значит он пишет читая она коротенькая статья видео о найденном в Перу инопланетянине в кавычках появилось на сайте gaya.com посвященном конспирологии видите как подается информация то есть сразу ставят с помощью нейронистического программирования что сайт посвящен конспирологии то есть что такое конспирология это так сказать теория заговора в которой все отрицают что его нет и так далее и тут уже хотя нигде не пишется что сайт этому посвящен это таких сайтов как gaya.com очень много за рубежом и у нас которые так сказать освещают конкретные там много документальных кстати фильмов интересных на этом сайте которые освещают какие-то явления которые наука современно считает непознанными и очень так сказать вполне объективно освещают ну видите как хитро пишут сайт посвящен конспирологии на кадрах запечатлено тело странного существа обнимающего колени длинными руками ну там на самом деле в такой позе это существо зафиксировано и хотя пользователи сети то есть интернета сразу отметили неправдоподобность мумии то есть там ролик рассказывает что ученые из разных стран приехали анализировали исследовали которых я коротко рассказал а пишут даже ни слова об этом журналисты точнее журналюги я бы сказал так пишут что пользователи сети отметили неправдоподобность мумии не ученые не эксперты а ведь наши все когда начинаешь говорить на эти темы все говорят а кто эксперт кто сказал все же верят экспертам а тут экспертов даже и не поминают то ролик стал вирусным и за трое суток набрал более одного миллиона просмотров на ютубе вот что озаботало то ребят что за трое суток миллионный просмотров сейчас кстати я поинтересовался за два миллиона просмотров в ютубе этот ролик перевалил дальше что они пишут как утверждают авторы видео мумия инопланетяина в кавычках была найдена во время раскопок загадочных пещер в Перу сообщается что рост существа около 170 сантиметров при этом у него непропорционально длинные конечности а в самом ролике прям коротков вот этот доктор технических наук наш комментирует и рассказывает по-английски правда там есть небольшой перевод по-русски что вот рост существа все пропорции показаны здесь же видите life.com в этой короткой заметке вообще ничего не говорит при этом выставили этот ролик причем ролик по-английски но там они выставили текст то есть вот это и есть манипулирование сознанием то есть ничего не говорится того что там и не пишется о том что сказали исследователи разбирающиеся с этим с этой мумией а тут же ставят программы тем кто читает что основная так сказать основной смысл этих программ заключается в следующем что этого не может быть и не может быть никогда ну что же дальше они пишут несмотря на ажиотаж вокруг видео большинство пользователей скептически отнеслись к находке опять же большинство пользователей они анализировали интернет провели статистические опросы отнеслись скептические находки видимо кто у них там в форуме написал несколько человек вот они иначе это критерии оценки так это или не так некоторые используются предположили что мумия сделана из гипса а другие считают что это тело человека с врожденными уродствами но нашлись и те кто просто смеялся над вирусным видео и все а теперь я вот вам это все зачитывал рассказывал а значит я привел эти фотографии вот если вы откроете фотографию сейчас скажу какой номер номер 6 номер 8 извините называется вид с 500 метров то есть нашли этот этого инопланетянина значит в Наска а Наска это пустынная местность в Перу и там эта территория имеет очень непонятные с точки зрения современной науки множество значит расчерченных правильных геометрических областей мало того рисунков вот эти правильные геометрические области и указаны это вот вид с 500 метров это я в программе фотографии сделал гугл земля дальше значит вид 0,9 рисунок вид 800 метров это то же самое то есть это в пустыне видите вот такие расчерченные области дальше а это уже фотография из интернета видите в левом верхнем углу голубая часть это часть крыла самолета то есть это вид сделан самолета видите там вот такие рисунки значит паука и и других другие фигуры то есть если кто-то интересуется этими Наска то очень много в интернете литературы на эту тему и известных исследователей и неизвестных вот десятый рисунок фото десятый тире один это фотография опять же самолета виден с левой стороны опять же кусок самолета виден да видите такая как взлетная полоса теперь одиннадцатый рисунок я назвал стартовая полоса это я сделал в гугле фото значит а двенадцатый вид это тоже это же рисунок сделан в гугле с высоты полтора километра видите и вот это то что я назвал стартовой полосой а там еще куча разных если внимательно приглядеться других линий так вот считается что вот эти все линии на таких больших расстояниях так ровненько сделаны индейцами которые живут там на протяжении там многих сотен лет видимо у них такие супер точные геодезические приборы есть где они так могут четко все значит проводить эти линии их огромное количество короче если вы поинтересуетесь материалом вы конечно и почитаете то что пишут по этому поводу современная наука вот еще один вид тринадцатой полосы с высоты современная наука полный бред пишет о том что это могли сделать местные индейцы а вот четырнадцатый рисунок это как раз мумия того существа которого нашли значит и вот вокруг стоят исследователи рисунок пятнадцать видите они в перчатках там производят определенные манипуляции измеряют размеры и значит я рекомендую посмотреть этот ролик его в сети вы найдете его нетрудно будет найти а вот шестнадцатый рисунок это опять же из этого же фильма видите тут же были найдены этими же исследователями в том же месте артефакты видите местные индейцы или какие-то другие жители нарисовали подобного человечка и это не только в Перу рисунок семнадцатый опять же видите трехпалое существо это и в Южной Америке и в Северной Америке в смысле в Центральной Америке где Мексика там же зафиксировано семнадцатый рисунок и восемнадцатый рисунок видите тоже трехпалое существо то есть в памяти людей это вот какие-то коврики вышитые сохранились эти вещи но для так сказать фальсификаторов из лайф и это не один такой значит комментарий был это не аргументы и возникает вопрос как видите а не зря ли может быть и вовремя специально появился ролик про марсианскую базу фальсифицированной фотографии фальсифицированной фотографии созданной Google Space которую мы только что рассмотрели с вами с топологией кристалла сделаны на базе топологии кристалла и выдано что это база инопланетян на Марсе чтобы как-то сбить интерес уже как минимум двухмиллионный я вот смотрел там уже за два миллиона зашкалил рассмотр этого ролика про мумию из Перу вот к этому артефакту который был найден вот сейчас мы с вами рассмотрели так сказать небольшой момент точнее два артефакта на практике так сказать ведение информационной войны в части открытия реальной информации о мироустройстве я прошу Алексея сделать маленькую паузу музыкальную хорошо благодарю за доклад хорошо бы еще конечно в ссылках было прислать ссылку на ролик ютубовский чтобы наши зрители могли потом посмотреть ну я сейчас как раз в паузе да чтобы у нас в анонсе а потом уже в опубликовании этого нашего эфира были не только ссылки на фотографии но и на сам ролик и так отдыхаем немножко напоминаю что в ютубе музыка слышна не будет где-то вот около трех минуточек у нас будет музыкальная пауза Народная славянская радио для пытливых умов продолжение слушайте в следующей части музыкальная музыка музыка